Всем привет друзья, с вами канал Alex Pro и это игра Космические Рейнджеры на Android. Собственно игра запускается без интернета, но некоторые дополнительные опции требуют подключения для разблокирования дополнительных функций и дополнительных локаций. Итак, кто играл в Рейнджеры Космические, тот знает что это такое, что за игра и объяснять долго не стоит. Единственное, что хочу отметить, что игра здесь немножечко как бы как резаная, то есть не все задания. Здесь нет заданий текстовых и нет заданий битвы на планетах. То есть по сути только космос, космос и корабли. Ну а кто не играл, давайте сейчас посмотрим. Итак, это у нас стратегия с элементами RPG. Здесь летают и кораблики, стреляют там друг в друга. К примеру, планета. Показывает нам планета, что значит люди, население, там аграрное, там монахия, строй. Различные отношения. Итак, посадка. Совершаем посадку на эту планету. Что же у нас здесь есть? Итак, вот нас встречают представители расы землян. Вы еще не выполнили наше предыдущее задание, не теряйте времени. То есть можно здесь брать различные задания, за выполнение которых дают кредиты и опыт. Также можно покупать здесь различные оборудования. Оружие, двигатели. То есть с левой стороны, вот вы видите колоночка. Здесь различные двигатели находятся. Двигатели и топливные баки к этим двигателям. Справа показано мое оборудование. Можно их сравнивать. Например, выбираем левое, правое и смотрим. Ага, у меня вот такой вот вариант. Предлагают нам на продажу вот такую. И то, что отмечено красным, показано, что хуже. Понятно, что у меня сейчас уже прокачка у меня есть. Поэтому и оборудование у меня сейчас будет получше. Также здесь есть возможность улучшения этих самых модулей. Заходим в улучшение. Выбираем нужный уровень технического улучшения. А именно, любитель, инженер или ученый. И цена, соответственно, увеличивается в зависимости от качества. То есть тот же, допустим, ученый в два раза круче, чем любитель. Улучшить урон, есть вариант 10 тысяч. Или улучшить радиус. Ну, я полагаю, нужно улучшать урон сейчас. Улучшаем урон. Все, максимальный апгрейд у меня это ракетная система. Три ракеты по 22 урона каждая. Но ограниченные заряды идут у ракетницы. Вот в чем дело. Если, допустим, лазеры там, различные пушки, у них неограниченное количество зарядов идет, то ракетницы конкретно ограничены. Но зато они как бы самонаводящие. Так, это по кораблям и по модулям. Также модули можно еще улучшать при помощи микромодулей. То есть добавлять никаких дополнительных апгрейдов. Но выдача этих самых микромодулей, это именно по квесту идет. То есть не просто так их можно где-нибудь достать. Так, вот мы нажимаем площадку кораблей, которые сейчас находятся на планете. В данном случае только мой один корабль. Вот так вот он выглядит, да? Вот наш пилот рейнджер. Различные навыки у него, которые развиты. И, собственно, какие модули установлены на корабле. Так, здесь наши задания показаны. Задания, новости, диалоги. Выполненные, которые сейчас учат в текущих заданиях. И вот, собственно, сам персонаж. Его очки. Топы там, вот 4000 сейчас видно. И различные навыки. В первую очередь я прокачал навык дипломатии. Так как он увеличивает награду за выполнение задания. Плюс увеличивает сроки на выполнение этих заданий. Так, и меткость. Меткость увеличивает шанс максимального урона. То есть, если разброс идёт минимальный-максимальный, то какой процент именно максимального урона. Также здесь есть управление. То есть, увеличивает уклонение. То есть, получение минимального урона. Какой будет шанс. В данном случае 17%. Это базовый. Который был у этого класса в рейнджер. Под портретиком вы можете наблюдать количество уничтоженных кораблей. Освобождено систем. Вот одна система. И здесь есть ещё вкладочка награды. Ну, награды здесь просто как картинки. Просто медальки, скажем так. Пока ещё ничего не дают. Быть может те, которые будут более серьёзные. Быть может те будут что-то там ещё давать. Так, пока ждём меткость. Хочу улучшить. Поэтому пока очки навыка не тратим. Ну, кораблик вот вы с вами посмотрели. Оружие, двигатели, да? И сам корпус. Сам корпус корабля. Вот смотрите, слоты по центру, да? Оружие, двигатель, артефакты, оборудование, радар. То есть, слоты, оружие. Всего максимум 5 слотов на корабль. Ну, здесь сейчас открыто только 4. Ну, это тоже очень хорошо даже вам скажу. Так, дальше двигатель тут понятно. Артефакты. Ну, пока артефактов у меня ещё нет. Поэтому один слот открытия. Мне этого достаточно. И оборудование различное. Это уже нужно смотреть по факту. Различные захваты, щиты там, броня, товары. Хотите торговать? Хотите нападайте на других персонажей? Хотите, выполняйте задания. Я рекомендую всё-таки выполнять задания. Потому как они гораздо проще. И иногда бывают интересные стычки именно с массой, так сказать, уже людей. Также необитаемые планеты. Ну, вот, например, давайте так. Планета. Называется Пунис. Ледяная. Ну, давайте совершим посадку. Посмотрим, что же это такое. Итак. Совершаем посадку на ледяную планету. Которая не одетаем. Итак. У меня сейчас есть в наличии два зонда. Давайте их поставим. Запускаем. Раз. Отлично. Выбираем второй слот. Орбита 2. Ну, или орбита 3. Без разницы. И запускаем ещё один модуль. Как вы видите, по орбите начинают такие вот светлячки, да? Бегать. И, собственно, пошёл процесс. Процесс пошёл. Можно улетать. Когда будет исследование завершено, мы получим оповещение. Ну, а там сейчас можно было увидеть пятьдесят ходов. Пятьдесят ходов это не так уж и много. Я бы даже сказал, это мало. Так. Вот лицо девушки, да? Появилось такое в нижнем левом углу. Различные задания. Мгновенный прыжок. Пропустить. Всё такое. Пропустить. Ну, как бы мы не будем так этого делать. Так. Что нам нужно? Нам сейчас нужно выполнить, заставить письмо на планету Астрон до восьмого мая. То есть, времени ещё полгода. Даже больше. Итак, прыжок в систему Бетельгейзи. Нажали вот на глазочек. И нам автоматически проложили маршрут. Вот так вот будет выглядеть наш маршрут. Одиннадцать ходов требуется, чтобы покинуть эту систему. Так. Смотрите, здесь есть ещё минерал. Количество тринадцать штук. Нажмём подобрать. И когда наш кораблик будет проходить рядом с этими минералами, он их захватит. Поехали. Захватили. По карте можно увидеть. Множество различных кораблей. То есть, различных персонажей. У всех разные, как бы, иконки. Есть просто кораблик, как у меня, да? Есть какие-то другие, как с крыльшками какие-то. Всё это обозначение классов корабля. Классов корабля, точнее, даже классов персонажей. Даже так скажем. Пираты различные. Разбойники. На отеле. И-нибудь военные корабли даже так вот. Так. Нажимаем. Вперёд. И нажимаем play. То есть, здесь идёт как режим реального времени с паузой. Вот так вот двое происходило. Сейчас выполняем задание. А затем кого-нибудь щёлкнем. Какого-нибудь пирата найдём, да? И прищёлкнем. Так. Вот мы получили ваши 16 770 кредитов. Перечисленные. Спасибо вам за всё. И ещё немножко опыта. Так. Что же мы здесь можем посмотреть? Корпус. Посмотрите, да? Сравнивается корпус, который у меня есть, и который нам предлагают 4500. То есть, очень-очень плохо, да, получается. Так. Оборудование. Оборудование. Ну, пока что я ещё не намерен. Сейчас мы будем менять то, что у меня есть. Вот мы как бы с вами пропускаем. Это даст нормары. Исследование. Так. Есть, да? The West. Но пока не будет. Просто ли орды тут кого-то нужно уничтожить? Нет. Просто достаточно. Так. Давайте валяем первый. Вот. Надо было улучшить. Увеличить. Но ничего. Так. Смотрим в нашей системе в этой, есть ли какие-нибудь злодеи. Ну, так. Смотрим. Никого нет. Что быть такого нет? Представляете, да? Никого нет. Ладно. Может быть в той системе, куда нам нужно попасть. Будут какие-нибудь бандиты. Увеличить. Что касается управления, то здесь все интуитивно понятно. А уровень сложности здесь, я бы сказал, чуть меньше, чем на компьютере. Даже, может быть, не чуть меньше, а прилично меньше. То есть, играбельность хорошая. Во всяком случае, на начальной стадии. Так. О! Вот смотрите, есть один такой вот мэн. Так. Попадем сюда. Так. Есть вот он. Пират. Очень, очень плохой персонаж, да? То есть, пираты нападают тогда, когда они сильнее, чем ваш корабль. Но наш корабль пока еще сильный, поэтому этот пират как бы в отличном отношении со мной и нападать на меня не хочет. Нажимаем движение, да? И вперед. Погнали. Так. Прошел еще один день. Еще один. Так, где он там? Потому что не хочет пират прям так сближаться. О! Вот уже есть контакт. Уходит и уходит. Что ж такое? Такой бандит, да? О, есть. Уже ближе. Но здесь еще проблема в том, что у меня двигатель на корабле установлен не скоростной, а прыжковый, так скажем, да? То есть, он преодолевает большие расстояния, когда вот прыжки идут, межгалактические вот эти. Но сама скорость двигателя относительно низкая. Итак, атаковать. И поехали. Есть контакт. То есть, можно атаковать по одному ходу. Вдруг что? То есть, менять направление там, если это необходимо. Вот, к примеру, вот так. Да? Или просто там на месте остаться. Вот так. Хлоп. Все. Уничтожили. Так. Взяли и взорвали мою добычу. Ну да ладно. Пиратов уничтожать это очень хорошо. За них дается 10 очков опыта. Так. Значит, смотри. Сейчас выполним вот это задание. И потом посетим бизнес-центр. Вот. Помимо самих планет. Здесь планеты есть двух типов. То есть, обитаемые и необитаемые, собственно. Пять рас в игре присутствуют. Те же люди, к примеру, могут быть еще и пиратами. И дополнительные враги. Точнее, не дополнительные. Я бы сказал бы основные враги здесь. Это доминаторы. Раса роботов с высокоразвитыми технологиями. Так. Значит, все. Мы здесь так держать рейнджер. Все, отлично. Нам денежку заплатили. Ничего интересного здесь, видимо, не продается. Да? Но да. Как-то не хотят ничего интересного продавать. Ну, да ладно. Ну, тут, в принципе, радар такой. Нормальный. Ладно. Пока не об этом. Давайте все-таки посетим бизнес-центр. Вот. Помимо этих планет, на стационарных орбитах. То есть, на орбитах, которые не вращаются вокруг звезд. Да? Вот смотрите, еще один. Банит. Еще один. Сейчас мы его быстренько прихлопнем. Расплодятся, потом нужно очищать систему. Будем так атаковать. Бах! Сейчас ракетами его быстренько зарядим. Ракеты, кстати, очень удобны тем, что они самонаводящиеся. Но, смотрите, генератор защиты за 3000. Отлично. Подобрать. Есть. Сейчас нажали подобрать. Теперь выставляем наш бизнес-центр. Посадка. Так, ракеты примечательны тем, что они самонаводящиеся. Вылетают, конечно, медленно. Но потом летят очень быстро. Скорость у них примерно от 600-700 единиц. Так, бизнес-центр. Здесь есть бизнес-центр, военная база, пиратская база, центр рейнджеров, научный центр, медицинский. В общем, много чего тут есть. Итак, кредит, если мы выберем, то мы можем взять какой-нибудь кредит. Нам это пока не нужно, но также счета. То есть мы можем положить под проценты наши сбережения. Вы видите, здесь 3% годовых. Я бы сказал, это прям вообще очень-очень мало. Но, конечно, если у вас уже будет накоплена огромнейшая сумма, то 3% будет нормально. Можно заказать анализ рынка. Это для торговцев. Там вам предоставят цены определенных планет. Страх на моей жизни. Это пока сейчас тоже нам не грозит. И инвестиции. Самое, собственно, интересное. Построить базу пиратов. Вот нам предлагают, да. Смотрите. 7000 стоит. Или на планете Гайнадар. Система Гемма. Военные корабли. Давайте построим для начала флот. Отлично. Посмотрите, как они теперь называются. Габалорд 37 Виктор. Вот так, да. Эти корабли увеличивают защиту наших систем от пиратов и от доминаторов. Ну, с доминаторами пока мы еще не сталкивались. Только в плане обучающей инвестиции. Так, необходим будет подключать к интернету. Давайте все-таки построим еще флот. Смотрите, ой, еще построили флот. Прям вообще отлично. Такие инвестиции. Все, флот не ходит больше. Давайте построим базу пиратов. Все, вложили деньги в постройку пиратской станции. Ну, ничего, отлично. Все инвестиционные проекты закончились. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть еще. Помимо всего этого. Что касается оборудования. Да, то есть оборудование у нас представлено различных типов. Я вам показывал, да. Давайте поговорим сейчас о оружии конкретно. Значит, здесь несколько типов оружия. Ну, пока начальная, скажем так, стадия игры идет. Это лучевое оружие, осколочное, ракеты, вот, да. То есть тип оружия. Тип энергетическое, энергетическое. Есть осколочное и ракетное. То есть, каждое по-своему хорошо. У каждого корабля есть, вот, корпус, к примеру, если мы возьмем. Вот, сопротивление, да. Вот, энергетическое, осколочное и ракетное. Степень сопротивления самого корабля. Так, так, двигатели тут различные и артефакты. Со временем и оружие будет необычное появляться, и необычные будут, там, корабли. Всякие модули. Очень-очень круто. То есть, сама по себе игра затягивает и является не однообразной. Сюжет постоянно как бы развивается. И в зависимости от того, как вы себя ведете, скажем так, так будут события и разворачиваться. То есть, вы можете стать отличнейшим пиратом или же, наоборот, отличнейшим военным. Защищать от доминаторов, от пиратов системы. Взять квест. Так, тра-та-та-та-та. Получите. После доставки. Это обычный квест. Берем этот квест. Отлично. Все четко. И будем дальше выполнять. Так, ну, собственно, я думаю, самые основы я вам уже показал. Дальше, если вам понравится эта игра, будете сами в нее играть. Ну, а на этом пока что все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока.